Сильно на перевесок, и обратно я потом вернулась, но ненадолго, пока у меня не тянут руки. После этого я уже понимала, что сролей ему посту оно не поможет, а нужно будет уже что-то более кардинальное. И я нашла такие люди, которые могут и есть, и не пить. Волосы, они теряют, и варь брови не всегда, а волосы, например, варь брычки, где они идти. Туда не пускают все, туда пускают определенных людей, не знаю, не знаю, не знаю, но там есть прямо город, в котором можно нас встречать, в Пельгии, который может съесть, это обычный человек, если у него есть доступ, то есть это не обязательно там какой-то рамой занимать. Вот у нас есть знакомая, которая может узнать, но вы это делаете крайне редко, когда, например, там что-то упало, не захотилось, все. Вкусняшка – это эмоция. Ну, прямой. Да, но что такое тело наше физическое? Тело физическое – это наше ощущение. Наше ощущение – это проводить чувственность. И когда ты… но мне это неинтересно. Но органы немножко по-другому ходят, то есть понятно, что у меня есть определенные врачи, которые меня наблюдают. И у меня не вырабатывается желудочный сок. Тебе не нужно знать все книги, где просто нужно знать, что находится, на какую помню, и все. Приходишь к себе, понимаешь, что ты есть, не обманываешься, и раскрываешься. Ну, как понять, кто ты есть? Есть какие-то… Инструкции? Какую, да, на какую кнопку нажимать? Ну, инструкции, конечно же, нет. Или только фозу принимать. Что у вас? Проферитм – это три. Либо начинать смотреть волосы. За две минуты я бы не смогла спросить, ну, просто вот кто ты есть. Вот кто ты есть. Кем ты себя считаешь? И мы всегда нас с удовольствием, во-первых, это тот, кем меня считает, солнцем. Тот, кем я считаю, я сама. И тот, кто я есть на самом деле. И вот когда мы убираем вот эти два, мы приходим к себе. Но чтобы убрать вот эти два, это больно. Это когда ты вот все, что ты построила за всю свою жизнь, ты это просто уничтожаешь. Не каждый такой готов. Но вот ты представляешь, что у тебя, например, есть семья, к которой привык вот к тебе к такой. Есть твои любимые. И ты для них что-то делаешь. Теперь ты понимаешь, что вот то, что ты делал для них, это любежные условия. И ты говоришь, нет, я не буду это делать. А они привыкли. Они не виноваты, что ты изменилась. Они не захотят быть с тобой. А ты захочешь быть одна. Ты и так для себя делаешь работу такую, что ты себя влюбляешь. Еще я меняю свое окружение. То есть оно меняется автоматически. Многие не могут с тобой работать. Мало кому нужна правда. Это вот мы тут такие вот собрались ненормально. Наши мамы. Мало нужно. Есть одна у тебя? Она всегда была, как-то жжой. Я чувствовала всегда жжой среди всех. Я всегда была одна. Я настолько привыкла, что мне вообще не понятно. Как у меня такого быть? Ну, когда вами кто-то пользуется, это же прекрасно. Вы приносите пользу. Я добротвольно. И вам, как вы тут же они отходили, от меня их делала. Но как-то поняла, что... Будут ли они бросать это или нет? Поможут ли они это или нет? Ты просто отбывай. Отдавай все. И когда я... Вот тебя же это передили, ты же это помнишь. Да. Потому что важно. Если я не только отдала всего хорошего, а не вот тогда она. Что вот так вот было, я попал, а мне все равно. Ну, не надо и не надо. А просили зачем тогда? Вот это как раз про честность. Этот момент про честность уже. Потому что я и всегда думаю, мне уже все равно. Что вы делаете, а почему вы это делаете? Я все делаю только для себя. Все делаю только, когда вы улыбаетесь. Мне хорошо. Поэтому я делаю так, чтобы улыбаетесь. Мне хорошо, когда вы не болеете. Поэтому я делаю так, чтобы вы не болеете. Мне хорошо от того, что я вижу вас счастливыми. Я. Поэтому мне так хорошо. Я вижу счастливые. Поэтому я делаю все для того, чтобы вы были счастливыми. И они понимают, что все, что с ними сейчас происходит, это они не должны будут потом отрабатывать. Это все сделала я для себя. И я понимаю, что если они со мной куда-то идут, они это делают не потому, что так нужно, что это мама, потому что им это кончится. Если они говорят, что мама, я тебя люблю, не потому, что это так принято, а потому, что это их внутренний пазы. И это за честность. И так ко всем. То есть мне, я не хочу никому раздать благо. Я не хочу никому сделать никого счастливее. Я хочу свой мир сделать изолненным. Свой мир. Именно поэтому я каждый день отдаю. Каждый день отдаю себя, чтобы восполниться новыми. Новыми знаниями, новыми ощущениями. Потому что каждый из вас это отражение меня. И чем красивее, счастливее, лучше будете вы, это отражение меня будет всегда. Задавайте вопросы. Ну нет, у меня еще есть эмоции. Но у меня... Я бы не сказала, что как раньше. То есть раньше я был эмоциональный человек. Сейчас у меня не столько эмоций, сколько... Наверное, это уже образ жизни мой стал такой. Это не про эмоции. То есть если мне... Если я понимаю, что человек сделал что-то не так, как бы мне хотелось, я с этим человеком капитально перестаю общаться. Не потому что я на него обижаюсь. Не потому что я в какие-то эмоции играю. Потому что я четко понимаю, что я не вижу смысла ему объяснять, почему я перестала с ним общаться. Ведь это его мир. Зачем я буду в его мир влезть? В моем мире мне такой человек не интересен. И все. У меня... У меня нет в моем мире, нет компромиссов. Я считаю, что они не нужны. Это когда ты не можешь ни то, ни то. То есть если я отдаюсь, я отдаюсь полностью. Если я не хочу где-то быть, с кем-то быть, как-то быть, то я этого просто делать не буду. Потому что это хорошо или потому что это надо. Нет, хорошо и надо. Но мне приятно, например, я люблю в горы ходить. Я люблю еще... Я смеюсь, у меня есть чувство юмора. Но это уже, наверное, больше не про эмоции, а именно про красавность. Характер можно его обозначить, но еще как-то, не знаю, но уже не про какую-то всплечность. Или там еще что-то. То есть вас бы из состояния равнистия вывести и уже не цепляют? Дети могут. Только дети. Дети? Да. Цепляют. Да, дети еще цепляют. Но у меня очень быстро это отходит. Они это знают. Почему? Как? Мы с ним очень часто разговариваем. То есть я могу на них накричать где-то. То я им потом говорю, что я кричу не потому, что ты это сделал вот так, а потому, что мне так неудобно, когда ты так делаешь. В моем мире это неудобно. Мне удобнее, чтобы ты там вообще лежал, спал, книжку читал, в школу ходил. Мне так удобно. Мы можем иногда не посмеяться и все. Но они понимают, что это не... Мой крик это не результат их действий. А мой крик это результат моего неприятия того, что он сделал. Только мое, не их. А что? Ну, как, как смещение? Муж никак не образовывается. Муж никак не образовывается. Мужа нет. Когда был. Когда был? Тоже был. Ну, вы готовы из одной жизни перейти в другую. Вы же как говорите? Я перейду, если ты мне расскажешь, что там. А если не расскажешь, то я тогда лучше здесь, где я знаю. И вот такого не бывает. Я-то ведь чувствую одно, а вы будете чувствовать другое. Оно, да, оно, наверное, на 70% будет совпадать. Но этот переход, если я вам сейчас его расскажу, то вы будете ориентироваться на мой переход. Это, смотрите, очень часто бывает, людям очень сложно пробудиться. Не потому, что у них какие-то не таланты, а потому, что они очень много читают книг о пробуждении, о просветлении, там еще как что-то. Но нужно не забывать, что человек, который написал эту книгу, он стоит уже на горе, а вы внизу горы. И он вам описывает птицу, которая летит сверху. И он говорит, у нее такие, у нее красные крылья, у нее там какой-то желтый хвост, а вы стоите снизу. И внизу вы видите, поднимаете голову и смотрите, крылья серые, хвост тоже серый. Нет, это не та птица. И вы начинаете искать ту птицу, которую описал он. Вы ее никогда не увидите своего ракурса. Именно поэтому, когда я вам говорю, что нужно просто, что такое, это просто путь. Вам очень страшно зайти в новую жизнь, потому что свою. Это то же самое, что я вам сейчас скажу. А вы готовы сейчас продать свою машину, в артео, сказать родственникам всем до свидания, взять с собой, я не знаю, рюкзачок и пойти без денег в никуда. Но это может сделать человек, минимум, у которого один детей, либо дети выросли. Для меня подходит. Для меня очень хорошо. А к человеку, у которого там дети, внуки, быт, я не знаю, сад, еще что-то, его это будет держать. Ну как он, вот у него здесь вообще вся его жизнь. Ты видишься больше самого. Да. И это то же самое, что я вам сейчас говорю. Что такое жизнь без еды, это абсолютно другая жизнь. Это другие интересы. Это другие познания. Это вообще все про другое. у меня с тем, с кем мне очень интересно общаться, у нас есть закрытый чат, и там есть профессора. Как правило, они все, они не из России, из России только двое. Он небольшой чат, там всего 12 человек. И там обсуждаются по какой-то счастливой случайности, меня просто пригласили туда. После определенного инфира меня туда пригласили, сказали, вот ты вот это говорила, ты это где-то видела, знаешь. И я ему просто рассказала, что знания просто есть. И так мне получилось туда попасть. И там обсуждаются такие вещи, о которых даже еще сказок не составлены, даже еще фильмов не написаны. Но это уже есть в живую, в реальность. и то, что они говорят, то, что видят люди, которые другие, это вообще другая жизнь, это про другое. Это не интересно покататься на машине, это не интересно какие-то материальные вещи, потому что они уже у тебя есть. Ты можешь желать только то, чего у тебя нет. Ты всегда желаешь только то, чего у тебя нет. И чем больше у тебя желаний, как у нас сейчас вот идет, как они называются там, тренинги или что там проходит, да, там, напиши свое желание, удивляются человеку, не можем написать свое желание. Вот, 30 написала, тебе говорят, пиши желание, они обязательно нечут. Но ведь много всего есть. у тебя не будет страха потерять своих близких. Потому что ты будешь знать, что они не улетают на другую туалету. Я не видела ни разу, где продаются билеты в рай. Где эта касса. Это все находится здесь же. И если ты умеешь видеть другие подлости, какая разница в теле человек физического или нет. То, что ты это не видишь, это уже твое. И твое восприятие к смерти. Это же жалость к себе, когда ты теряешь близких. Не к близкому человеку. не к теряешь, а не к теряешь. И еда в том числе нужна для того, чтобы вырабатывалась физической энергией. И на собственном опыте я понимаю, что когда ты голодаешь, например, 3 дней, то появляется слабость. И чем больше ты голодаешь, тем меньше ты можешь проявлять активность. И вот этот переход с этой физиологической энергией, если она действительно есть, на энергию внутреннюю. Вот то, на которой находишься ты. Вот процесс этот, описать его как-то можно, или он в процессе уже будет сам приходить и осознаваться. Вот у меня, например, проблема сейчас такая, что вот, например, я вижу активный удар жизни, и когда голодаешь, его не ввести сложно. Мне приходится возвращаться к эдитету. Вот этот переход, вот он, как бы, у меня вопрос на этот. То есть в процессе он будет как-то осознаваться, приходить или какие-то практики. Хочется, что-то такое, что-то трава, какие-то нож. Ну вообще, я могу сказать, что оно точно, однозначно у вас в голове все. Ну. И ты правильно сказал, ты когда ты голодаешь, и когда, сколько бы ты ни голодал, у тебя не будет энергии. Когда голова переключается, ты не думаешь об этом. Вот вспомни свое состояние влюбленности. Вот когда ты, ну это самое простое, да, что можно какой-то пример привести. Состояние влюбленности вообще не важно, ел ты или нет. Влюбленности влюбленности, скажем, ну и не важно, а что там, какое-то дыщи новое примеряешь. Думаешь, куда вы пойдете, там что-то прибирайте. Миллион всего, ты миллион дел переделаешь перед встречей, весь поркаешь. Но ты не думаешь о идее. У тебя энергия откуда появляется? От состояния. Ну вот это чувствуется явно, что когда состояние, ну, такой, как бы, влюбленности, скажем. Ну, не важно, а что там, какое-то дело. В дело, может быть, я взял это в человека, да? Да, да. То есть это состояние влюбленности, оно действительно и энергетически нас наполняет. А когда вот неинтересно, вот в общение с силы ходило ничего. Ну вот, то есть ты находишься в состоянии влюбленности. Да. У меня же вообще другая жизнь. Я понимаю. У вас жизнь скучная. И вы пытаетесь из этой скуки вытащить какой-нибудь там, не знаю, там новый камушек чего-то, чтобы вообще как-то на него поребываться. А когда, в принципе, твоя жизнь состоит из много чего, что вообще никакое, тебе не нужно как-то дополнительно вырабатывать какой-то интерес. Она уже состоит из другого. Она уже есть интерес. Тебе не нужно как-то сейчас, вы достаете интерес из того, что есть. А потом есть переход, и вы в этом интересе, ваша жизнь становится вашим интересом. Вы становитесь самим интересом этой жизни, интересом этой жизни. И тогда как может закончиться энергия, энергия у энергии не заканчивается. То есть на вас следующая плотность будет держаться. На вашей энергии, которая будет развиваться постоянно. То есть мы опять говорим об обращении беседе. Да? Ну это то же самое, что когда на ретрит ребята приезжают, они же… Нет такого, что на ретрите обязательно ты не ешь или ешь что-то. Но очень часто бывает такое, то есть переходят сразу же либо на легкое питание, либо на облегченное, не потому что так положено, а то что не хочется. И часто бывают ребята, что они только на пятый день вспоминают, что они вообще ничего не ели и не пили. Просто вспоминают про последний день, потому что у них в их жизни в эти пять дней не было вот этих процессов, чтобы восполнить свой интерес вот этим. У них жизнь наполнилась абсолютно другим, другими эмоциями, другими ощущениями себя. И это было вообще про другое. Ну не очень ясно, но направление чуть-чуть следует. Ну ты почувствуешь, недолго же осталось. Да. На витрите, да? А теперь я за вами наблюдать. Это Екатеринбургин, и у меня было в подчинении более ста человеку. А кто знает, чтобы в трех компаниях организовать корпоратив, нужно закупить было там минимум ежедневники, ручки, вот эти вот клеймы, чтобы поставили, там, значит, на все, там, логотип фирмы. То есть это очень много моментов, которых нужно было сделать. И у меня был ужасный токсикоз. Ну, то есть у меня настолько был сильный токсикоз, что водитель останавливался. Вот мы, например, едем, и я смотрю, что в какой-нибудь машине кто-нибудь кушает или пьет. Я уже, мне стоило только уже по машине там щелкнуть, и он уже на обочине куда-то прибивался, потому что меня выворачивало тем, что у меня даже не было. То есть у меня был настолько сильный токсикоз, что за рулем я не могла вообще ездить. И когда я не поела утром, не позавтракала, я смотрю, я проработала целый день. На следующий день не стала есть. И в этой вот предновогодней суете у меня получилось так, что я не ела три месяца, три с половиной. Так как я была старорожавшая, еще и больная женщина, я наблюдалась не потому что я была очень богатая, а потому что я была очень больна, и я наблюдалась у трех профессоров со своей астиной. И когда мне уже пошел третий, второй триместр, три с половиной месяца, и они говорят, как бы, Свет, ну, вроде бы все хорошо с малышом, но у тебя нет прибавки веса. Ни прибавки, ни убавки. Давай, говорят, хотя бы на неделю тебя положим в больницу, посмотрим. И тут до меня доходит, что я, в принципе, ничего не ела эти три месяца. Вообще ничего не ела, не пила. То есть я вот сбегаю. То есть в большом городе это вообще норма, восемь часов выходить из дома и в одиннадцать приезжать домой. И вот тогда у меня неосознанный был вот этот вот момент. И у меня ребенок родился, я потом начала есть, и приходила к еде два, ну, две недели где-то, сначала у меня организм не принимал еду. Я очень быстро набрала, там, вес, поэтому ничего такого не было страшного. Но ребенок у меня, во-первых, родился амбидекса, это когда и правая, и левая, и левая работают оба развиты. Ну, то есть он мог и правой рукой что-то делать, и левая, и одновременно. У меня даже на YouTube где-то есть, но не на моем, а на YouTube сына. Есть ролик, где он двумя руками рисует дом. Вот, он стоит, ему там будет с чем-то, и он стоит на флипчарте рисует дом. Его, конечно же, в садике потом отучили, но сам факт, что вот он родился вот таким. И если бы я не ела все девять месяцев, я думаю, что там бы у него вот этих вот наших базовых настроек, которые я называю, у него было бы намного больше. У меня ребенок никогда не болел, потому что с 11 лет он никогда не болел. И он, в принципе, такой, как бы, ну, крепенький. На сколько он сейчас? 11. На сколько он намного выше людей? Не намного, но выше. Не намного, но выше. Так? Не намного, но выше. Верно. Ну, то есть если у меня, например, старший сын. Старшему сыну 16, младшему 11, данили. Ну, это практически одни и те же вещи. Ну, по крайней мере, я с сыном ношу, вот с 11-летним, одни и те же. Ну, то есть штаны, понятно, что я немножко, он чуть-чуть не дорос меня. Типа у меня сколько лет? Нет, 11 лет, как бы, наоборот. У меня-то больше, чем 11 лет. Он чуть-чуть ниже меня, 10 лет. Ну, понятно. Нет, вы говорите, он выше, я говорю, да, он выше сверху. То есть он практически сейчас такой же, как я. Как все остальное, с определенными компонентами, природными компонентами. Может быть, видели людей на камере, там еще что-то, где они, например, там из воздуха достают какие-то фигурки из песка, фигурки достают. Это, ну, есть такие в интернете, по крайней мере. Это как раз то, что мы можем из любой плотности что-то достать. Но есть цирк, когда ты можешь это показать, а есть твоя жизнь, когда ты это можешь сделать. И, может быть, из вас кто-нибудь, ну, наверное, не раз замечали, вот вам нужно куда-нибудь быстрее приехать, и вы понимаете, что у вас осталось там 10 минут. И приезжаете в какое-то место, смотрите, а вы не могли приехать вовремя. Ну, блин, ехать, тут еще добираться было 20-30. И вы приезжаете, смотрите, что вы вовремя. Или бывает такое, что идете, посмотрели только что на часы, потом приходите, смотрите, а время как бы изменилось. Или вот у меня, у меня прям скрин девочка делала, она была на ретрите, и у нее был, ну, как бы, айфон. И получается, что она показывает, со скринила прям экран, и у нее, получается, все звонки были, вот мы сидели там на лекции разговаривали, и у нее все звонки были, ну, в прошлом как-то минуту назад, 10 минут назад. А муж неотвеченный звонок, из прошлого. То есть там прям неотвеченный, красный, и следующим днем и время, следующего дня. Из будущего. Из будущего, да. И таких моментов очень много. Но наш мозг не дает нам их увидеть очень часто. Например, в Сочи не так много, когда вы приезжаете в Питер, вы можете видеть, как люди спокойно ходят на стенах. Но это видят не все, это видят только те, чей мозг спокойно воспринимает, что да, я в это верю. То есть многие же говорят, я в это верю, ну, а ты можешь покажи. Это говорит о том, что, как мне, да, один человек сказал, ну, ты, как бы, давай, если я не увижу, поставим камеру, камере-то я поверю. Это, опять же, процент, который у тебя-то в твоем мире этого нет. И пока у тебя не наступит вот этого понимания в твоем мире, что это действительно возможно, а это перепроживается моментально, то ты начинаешь видеть эти вещи. Потому что мы же живем, мы находимся в одной плотности, но другие плотности мы тоже видим. И в какой-то момент мы можем по этим плотностям переходить. То есть мы живем одновременно в нескольких мирах. И следующее, ну, назовем это как игра или следующее проживание, это когда ты осознаешь себя в этой плотности и начинаешь себя собирать по мирамам. Это из той серии, когда, вот у вас здесь живем, например. Вы смотрите, как будто я здесь уже был. Это ты тут же проживаешь, это в другом мире. Не осознавая, что ты проживаешь в другом мире. Например, вот вы так пошли, ключи, а, положили куда-то, потом ходите, думаю, что, блин, вот я же только что сюда ключи положил. Ну, где они? Ну, не можете найти какой-то предмет. Ходите, ищите, не можете найти. Потом поворачиваете, смотрите, он здесь живет, может быть, как-то. Это как раз, когда ты еще не видишь, но уже понимаешь, что ты есть в нескольких мирах одно время. И когда ты себя собираешь с нескольких миров воедино, ты уже можешь переходить в другую плотность. Ты можешь уже жить в нескольких плотностях. И это обычно нормальные вещи для некоторых людей. Еще какой-то вопрос, да? Про обновление клеток. А, обновление клеток. Ну, во-первых, я сказала, где у нас они, да, замойники. Во-вторых, у нас идет обновление клеток через 48 часов с уколом голода. Вот если вы хотите перейти на какое-то оздоровление, либо обновление организма, я рекомендую это делать, ну, может быть, не сразу, вот, ну, через, там, может быть, сначала 36 часов. А вообще 50 часов для обновления организма – это идеальный вариант. Если кто-то не хочет пойти в автономию, просто вот он освежится. 48 часов – это на запуск новых клеток. И 2 часа – это когда у вас в клеточке начинают новый заводик работать. Это как раз на своих марафонах рассказывают, как к этому подойти, что сделать, какие-то травы пить, и все вот это вот есть. Травы пить перед или во время? Ну, перед, после. Сухие дни – они сухие. 50 часов вообще ничего, а вода или… Да. Ну, вообще, если вы начнете практиковать, вы поймете, что без воды… Легче. Легче, да. Потому что, когда вы пьете воды, у вас запускается ЖКТ. Ну, я вот год практиковала, раз в 2 недели на Экадиши, вот, называется, по луне, это 11 недель в луне, это я на какой-то, да, я поняла, что легче было, да. Ну, 2 недели, то есть, 50 часов нет, и там страшно становится… А страшно, а чего? Ну, надо поесть. А поесть для чего? Силы-то не от еды. Ну, сделаны заходы. Силы-то не от еды? Если бы силы были от еды, то доедая последний там кусок шашлыка, вас бы уже начинало бомбить от энергии. Но вы же, когда начинаете много есть, вам хочется на ворот полежать. Да. Вы же все эти вещи знаете, но ваш мозг, он привык по-другому работать, потому что вам сказали, что нужно вот так. И очень сложно выйти из этого круга сансары, потому что вам сказали, что вот так. Нужно есть, нужно пить, нужно ходить ногами. Но все мы знаем, что раз в день постоять на стойке на голове – это тоже полезно. Но ходить-то нужно ногами. Если тебя подпитывать через еду, то для тебя еда становится просто как отвлекающим фактором, как заземляющим. Потом это у тебя отойдет. То есть это опять получается, что мы как-то идем двумя ножками. То есть теперь он потихонечку переходишь на мулоедение, и одновременно у тебя изменяется восприятие. Следующий шаг – еще уменьшение. Так, кстати, ребят, я могу сказать, что я не за сыроедение. Потому что я объясню, почему сыроедение. Это, чтобы сыроедить, это нужно знать очень-очень много всяких моментов. Потому как, когда ты начинаешь сыроедить, ты еще ешь, и организм понимает, что ты ешь, значит, ты в него микроэлементы привычные будешь закидывать для жизни. И если ты просто ешь какие-то салатики, где чего-то не хватает, организм будет через какое-то время подведать. Поэтому либо сыроедить, и нужно знать каждый момент для своего организма, что тебе нужно, каким продуктом, какой травой, каким чаем, да, закинуться, чтобы ты мог нормально функционировать. Либо тебе нужно переходить, самое простое – это переходить на мулоедение. Это может быть даже мясо, как раз в месяц в какой-нибудь кусочек. Но ты будешь четко понимать, что тебе нужно для твоего организма. Вот малоедение и редкоедение – это, по моему мнению, лучше, чем просто ежедневное сыроедение, тем более с тазиками, как у нас любят. То есть, а вот такой момент есть, когда, ну вот, как бы, я узнаю, что там вот это вот нельзя, нельзя есть, да, вот это вредно, там, но организм настолько просит, как бы, вот, и ты вот съел, и все, и классно с вами. То есть, вот, ну, можно ли сказать, что организм, он сам чувствует, что ему вот не хватает, и он тебе подсказывает? На каком-то этапе – да. На каком-то этапе – да. На первом этапе – да. Часто эта голова говорит – организм твой знает, или деблетовая. Да. Потому что нужно понимать, что неважно, какие ты сигареты куришь – крепкие, либо легкие, или как это называется – ты все равно куришь. И пьешь ты коньяк, либо пиво – это все равно спиртное. И ешь сыроедческую еду, либо мясо – ты все равно ешь. Твой организм не выходит на восполнение самого себя. Ну, я понял. Поэтому, чтобы не уйти во вман, что мое тело знает, лучше четко понимать, что тебе нужно. То есть, вот, например, сегодня я там съем белок. Сегодня это будет там в яйце. Сегодня я съем вот это. Это будет на каком-то этапе более правильно для твоего организма. Но ты будешь, например, может есть один раз в день, вечером поесть. Или что-то, что-то такое немногое. Один раз вечером – это все-таки на сколько до шести? Ну, наверное, часов восемь-девять вечера. А вот еще вот этот вопрос. Ты в каком-то эфире у нас говорила, что лучше есть после захода Солнца. И я вот для себя доказал, что все-таки Солнце – это, как бы, ну, такой отдающий, получается, да? А Луна – принимающий. То есть, принимать ты как раз при Луне вот лучше, да? Ну, как-то так вот, условно, когда заходит Солнце. Ну, то есть вот есть, например, да? Ну, Луна, наоборот, она тебе дает. Дает, да. Да. Вот. Она тебе дает, она тебе дает новое раскрытие знаний. А Солнце – это дело не. Да. Это когда ты отдаешь. Угу. Ну, вот как раз дано. То есть я отдаю, а еду-то я принимаю. То есть это лучше. Все в этом принесу. Угу. То есть по этой лыбке заниматься изучением чего-то лучшее, когда у нас уже произошло? Ну, вы можете на себе прямо поэкспериментировать. Вообще Луна никогда не уходит. Вы можете в любое время суток посмотреть на небо, и Луна там будет всегда. Здесь он достаточно поздно бегал, и такое же яркое Солнце было. И был молодой месяц, и этот очень яркий. Расскажи, пожалуйста, про анорексию. В чем природа этого заболевания, и почему она на самом деле легко лечится? Ну, анорексия, у меня есть даже эфир про нее, про РПГ. Это заболевание не ребенка, это заболевание матери. Это дефицитарное состояние матери. Особенно, когда она была беременна, либо перед беременными. Не важно. На гормональном уровне это уже задолжено в маме. Это когда в ней был дефицит чего-либо. Дефицит внимания, дефицит еды, дефицит еще что-то. Когда она пыталась свой дефицит восполнить через расширение чего-либо. Взять от кого-то это внимание. Взять еще что-либо. То есть взять то, что не принадлежит ей, чтобы расшириться физически. Это неосознанный процесс. И ребенок рождается уже ментально толстый. То есть он может быть физически худым, а ментально толстый. Он всегда пытается похудеть. Он всегда пытается исправить программу матери. И как это лечится? Как с этим работать? Ты сказала, что это легко. Ну, просто выводишься ребенка в состояние внутриутробное. И там прорабатываешь. Либо с матерью работаешь. Когда ты прорабатываешь с матерью это все, то ребенок это проходит. Такой вопрос еще. Про сигареты затронули. Почему так трудно бросить курить людям? Почему человек курит? И что сделать, чтобы от этого отказаться? Как бы банально не звучало. Почему это мешает? А может это вообще не мешает? Ну, во-первых, если это кому-то мешает, то мешает. Но не всем мешает. Некоторые просто этот процесс любят. И любят. Ну, хорошо, если они не любят его. Но вообще бросить курить, это нет никакой сложности. Чаще всего люди бросают курить, когда они выходят на осознание, что им это не нужно. Они тогда отказывают с этого момента и все. Когда ты бросаешь через силу воли любой стресс, не важно через сколько лет он у тебя, и ты начинаешь курить. Колька через это знание. Колька через это знание. Есть вопросы из анонса. Есть вопросы по помощи вот этой ситуации с сердцом. Мне не приходят волны цифры, ни как мне найти это. Ну, ни возраст, ни что-то вот. На сегодняшний день все хорошо. Вот эта фраза проработана. Я, потому что все равно делаю что-то. Ну, раз вы сказали, что что-то есть. Вот ответ был возраст обозначить. В какой стороне мне копать? Сколько там? Ну, потому что я много чего не помню. Я напускаю. Возраст сердца. Ты проработала эту ситуацию? Нет. Сказали, что я им проработана что-то с отцом. Ну, ты ее вообще прорабатывала, просматривала эту сторону? Ну, у меня программа прощения различная, запущенная. Ну, есть вот обиды, да, какие-то вызовы у меня. Отец не с тобой жил? Он тебя не воспитывал? Он сработал. 12 дней работал, но 3 дня приезжал. Пока эти 3 дня выпивал. 2 раза в месяц работал. Друзья приезжал. Все такое вот. Да. И поэтому, естественно, и мало времени есть, когда мы идем вместе. И он не знал, как сообращаться с нами. Угу. Ну, вот смотри. Вот расслабься. Сейчас просто скажешь цифру. Сколько лет? Семь. Ну, это тудик. Хорошо. Думаю, спасибо. Вот из-за нас вопрос можно задать? Ну, про телепортацию я еще не знаю, если вот, может, все уже знают этот вопрос. Следующий про обновление клеток там. Про телепортацию. Телепортация – это наши базовые настройки. Это когда мы можем находиться в любом месте, где бы нам хотелось. Но чтобы нам находиться в любом месте, где бы нам хотелось, то есть человеческое тело, оно абсолютно скокойно может расщепиться в одном месте и собраться в другом месте, в любом другом месте. Но чтобы это было, человек должен прийти к определенному состоянию себя.